здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша а ее ведущие эдуард брумер и геннадий сегодня мы беседуем с телеведущим советским российским телеведущим и общественным деятелем михаилом ширвиндом михаил александрович добрый вечер здрасте у нас видите день у вас вечер поэтому огромное спасибо за то что вы согласились с нами побеседовать а михаил александрович я бы хотел бы в начале чтобы вы передали привет от всей нашей русскоязычной общины вашему папе александр анатоличу ширвинду мы его помним мы очень были рады когда он приезжал сюда от михаил михалыч им державином их прекрасные спектакли сегодня мы прочитали что он попал в небольшую по моему аварию мы надеемся что все нормально мы хотим пожелать ему в первую очередь здоровья всего самого наилучшего и мы его очень хорошо помним и любим и любим да спасибо обязательно передам про аварию я у себя в инстаграме разместил страшную правду потому что примерно 30 неотвеченных звонков что случилось как он пьяный сбил женщину ну это издержки желтых всяких желтой журналистики поэтому то что на самом деле произошло я осветил у себя в инстаграме что если кто-то захочет услышит самое главное да самое главное чтобы он был здоров жив и деятелен чтобы вот его деятельность его чувство юмора всегда были при нем а михаил александрович я хотел бы начать нашу беседу а с тех событий которые обсуждают весь политический мир то есть это событие в родной для нас с братом белоруссии в основном конечно в минске как вы могли бы описать мы знаем что вы были в минске выдавали интервью программе на троих вы рассказывали о минске как вы можете оценить то что там происходит и ваше отношение вообще ко всему тому что вот вот эти вот последние называемые выборы в белоруссии ну что что-то новое что сказать ничего нового не скажу это ужасно то что смотришь кадры вот этих всех избиений и гонений в прямом смысле этого слова это ужасно мы это видели прошлом летом в москве и это просто такой для меня кто-то может к этому относиться с разными степенями иронии или скепсиса я трачу нервы страшно у меня это прямо убивает когда я вижу вот этот вы вижу карателей ходящих по улицам моего города или минска это вообще какой-то все каменный век и ужас михаил александрич хотел бы вернуться к тому чем вы занимались в одном из интервью вы сказали что вы ввели собственные санкции в отношении российского телевидения почти близко к тексту цитирую и во эти все кнопки у вас выключены чтобы вы могли сказать о сегодняшнем российском телевидении как человек ну скажем со стороны как вы видите сегодня вот это вот все что происходит на российском телевидении а скажите как я могу это сказать если меня выключены кнопки люблю эти разговоры когда это все вы знаете я телевизор вообще не смотрю вот на днях показывали там какой-то сериал и а когда этот соловьев что-то говорю и вот начинает перечислять кучу программ которые они посмотрели за последние дни я действительно смотрю но в общем конечно же имея представление о том что там происходит это какую-то гимн бесчестью то что там царит я вот все думаю ну эти наивные люди которые там искренне голосуют что за путина что за лукашенко искренне и их очень много и они всегда верят в доброго барина и когда им говорят какую-то чудовищную уживую информацию они верят но и мне жалко а вот те которые эту информацию до них доносят них не жалко потому что они до знают правду они циничные бесчестные подонки бесславные ублюдки как говорил о них тарантино наверно вот мне всегда интересно что они скажут своим внукам когда вдруг вскроется папа вот и оказывается подлец подонок нет доченька это было бы они все всегда говорят и мы это проходили во время перестройки мы проходили время было такое так ты не при если бы я не вот тогда так не сделал это короче они все на этом отмазываются и отмываются но там наверху уже не получится михаил александрович вот даниил гранин знаменитый писатель классик и советской и российской литературы давая последнее интервью он выступал перед зрителями и ему задали вопрос что он думает о россии как о стране он очень интересно ответил вспомнив салтыкова щедрина его один из рассказов где главный герой иностранец подъезжает границы и у солдата спрашивает это что а граница без опознавательных знаков и он спрашивает что это за страна такая и солдат ему отвечает это не страна это россия это вот то что пример даниил гранин а как бы вы описали в отличие от такого щедрина что такое россия сегодня может быть она вы не изменилась я думаю вот это вот какой-то большой элемент азии которые в нас присутствует она давлеет вот по отношению как я говорил только что по отношению к власти вообще если порассуждать я вот хочу выпустить пост у себя на ютюбе на канале про любовь вот что за странная любовь давлеет над россиянами в основном но не только как мы сейчас видим вот можно любить родителей можно любить детей жену друзей любовницу можно любить а любить власть это уже какая-то патология такая граничит с медицинским диагнозом а у нас именно любят ведь по сути дела кто такой президент президент это начальник джека или там рэо как они не знают у вас вообще не знаю как это называется ну короче это начальник некой управляющей компании которые вы поставили управлять твоим домом а там премьер-министр это главный инженер и вы их любите нет вы с них спрашиваете вы кричите когда у вас протекает или когда отключают воду вы ругаетесь ведь президент ничем не отличается от этого начальника же это чиновник которого поставили на эту должность но у нас почему-то принято любить вот не дай бог я вот недавно выпустил в инстаграме пост по поводу своих размышлений по поводу этого голосования обнуленного и вот на фоне здравых людей но у меня подписчики в основном здравые дикое количество вот не любите вы в нелю причем здесь любовь но это глубокое чувство зачем вот так опошлять до уровня какого-то каменного века вот это свойственно россии как любили царя батюшку как любили плеть которые тебя бьет правда это все потом кончается в одну секунду это любовь превращается в виллы как мы знаем из нашей истории вот меньше всего я хочу чтобы эти виллы кто-то из сейчас любящих предано любое начальство чтобы он эти виллы неожиданно поднял потому что от них пострадают все без исключения так что умом россию не по ним вам россию не понять да а вообще а можно вообще россию понять вот следуя словам федора тючева потому что мы такой же вопрос задавали неделю назад у нас был лев шлотберг выступал известный политик и он очень своеобразно сказал он сказал что это всего лишь красивое высказывание для вас это красивое высказывание или все-таки можно понять россию как-то ну конечно все эти цитаты это красивые высказывания которые мы из которых мы делаем клише конечно можно хорошим умом можно понять все но это же такая метафора в данном в этом смысле она работает что это россия это особая страна вот то что сказал сутоков щедрин я в данном случае с ним совершенно согласен что то пропала картинка у меня так вернулась а михао александрич а значит как мне кажется телевидение а вы телевизионный человек а это зеркало общества и естественно все пороки общества какие-то плюсы минусы все отражается вот в этой картинке хотел бы вас спросить о двух персонажах ни в коем случае уже о господине соловьевик который как мне кажется надоел во многих интервью а вот о людях которых наверно вы соприкасались на нтв и на первом канале это о андрея норки не который как мне кажется лет двадцать был совсем другим человеком или казался и о константине эрнсте который уже давным давно ведет руководит первым каналом потому что то что происходит с этими двумя людьми мне хотелось бы и многим наверное понять от них многое зависит на этой картинке телевизионной ну про норка не знаю по него ничего не зависит я с ним общался когда я работал на том нтв которую разгромили и он был тогда адекватный сейчас это какой-то бред я я не могу поверить такой перевертыш который с ним случился наверное это в нем всегда сидел тоже так быстро измениться я ну я так говорю обидел то я его эти репортажи только в сюжетах которые показывают в интернете скандальник а он кого-то там прогнал когда он кого-то там и патирует он выступает с концертами рассказывает анекдоты такое дно вообще ну такая фигура я не знаю насколько вы так сравнили эрнста и норкина несопоставимо настолько фигуры я хотел бы просто пояснить что они очень известны и когда-то были очень либеральные демократичны то есть вот это я имел ввиду не должности которые они занимают а вот их не отношение к власти ой ну знаете сколько людей переменилось даже среди моих хороших знакомых люди это ведь только в советское время мы все все или там вступали в комсомол его ненавидя и смеясь над ним обсуждая шутя на кухнях и про партию про брежнева но демонстрировали лояльность и политкорректность сейчас все действительно изменилось сейчас люди поменялись сейчас возник какой-то такой болезненный патриотизм вдруг людей с чего вдруг вот эта любовь о которой я говорил вот этот крым наш вы знаете кстати это я хочу у вас встречный вопрос вы наверное тоже с этим сталкивались я сталкиваюсь с этим повсеместно что наши бывшие соотечественники то есть иммигранты они страшны провластные личности очень много комментариев именно от них гневных осуждающих раболепно восхищенных путином это меня просто потрясает всем это не только это америка европа это разные страны но откуда эта тенденция я я но так вернитесь ребят если вам то нет нет мы пока мы мы в поганой америке поживем но вы знаете что и дальше идут назидательные какие-то тупости вот чем это объявляю я вам объявляю свою выскажу точку зрения вы абсолютно правы я думаю что в этих людях остался вот этот совок преклонение перед властью а преклонение перед силой а то чем люди родились и прожили большими жили большую жизнь это их психология и америка эту психологию за каких-то там несколько лет изменить абсолютно не в состоянии невозможно это это действительно люди которые как сказать приехав сюда они не приехали потому что а в америке есть чувство свободы возможность себя реализовать а они приехали сюда потому что здесь в магазинах все есть а вот эта комфортная жизнь вот эта комфортная жизнь а это больше им соответствует чем то что как-то их поменялись взгляды абсолютно нет в основном это люди 60 класс тех кто да поэтому они поддерживают путина видя в нем определенную вот это вот силу то к чему они mentality то есть ментально привыкли ну вот можно сказать вполне вероятно да именно так михаил александрович если говорить о художнике и власти это такой вопрос абсолютно для всех людей связанных с искусством и с телевидением из кино и с театром а насколько мы наблюдаем многие актеры я не буду называть их пофамильно все все известно они такие провластные люди иногда даже бегущие впереди паровоза должен ли вообще художник сотрудничать с властью вот хороший пример допустим ленин рейфенштальда а или все-таки он должен держать какой-то нейтралитет при этом конечно давать свое искусство людям ну знаете сейчас мне это все странно когда мои там товарищи некоторые вдруг так рьяно себя проявляют на поприще и вот этого циничного восхваления и агитации мне это странно потому что ну не те сейчас времена когда не будь этого тебя бы не было потому что я знаю также мои среди моих товарищей успешных достаточно много которые этого не делают и в полном порядке творчески и нравственно что самое главное я понимаю когда в семидесятые годы прошлого века когда вот это вот проблема личность художник и власть стояла сами знаете как когда были когда надо было продираться сквозь цензуру и пытаться и тем не менее вот фигуры то возникли тогда они сейчас вот я имею ввиду в режиссуре это и любимов и эфрос и волчек то есть те захаров те явления в искусстве наверно возникают на такой осно на плохой почве а тогда была очень плохая почва сейчас по идее в принципе ну все немножко идет в ту сторону еще не настолько пришло поэтому ты можешь творить но почему-то хотят творить с гандикапом то есть еще немножко и выслужатся чтобы еще лучше было это я не понимаю а ну вот в дако в догонку предыдущему вопросу очень близкие люди к сожалению уже покойные вашего знаменитого отца и галина волчек и марк захаров и олег табаков они почему-то в конце жизни стали сказать ну не почему там примерно мы понимаем они стали доверенными лицами президента путина а наверное это связано с финансовым вопросом но вот ваш папа в эту сторону не пошел хотя это его очень близкие люди как вы объясняете почему александр анатолий ширвинд все-таки не не следовал тому что его близкие друзья вот делали последнее время он же тоже главный режиссер театр сатиры ну не знаю из у меня нет ответ на этот вопрос ну не стал он хотя его часто где-то бишь вот он доверенное лицо путина никакой не доверен лицу путина его и он не член партии он сам по себе всю жизнь понимаете это я так скажу немножко грубо это разная степень старения разные градусы старения многие меняются с годами и никто не не становится умнее талантливее со временем поэтому кто-то идет уже так кем-то манипулирует я не думаю что кто-то из вами названных или других личностей пришел в единую россию сказал я хочу быть вашим членом я хочу поддерживать нет это же манипулятор как с этой космонавтской до стережковой даже школы на звук пропал есть да 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 вы меня слышим да да говорите пожалуйста опять пропадает звук да это мне сейчас я отключу это с той стороны сейчас да да мы слушаем николай сэндрич лю алё сейчас сейчас мы вернемся в эфир ну под алё алё михаил александрович 4 нормально сейчас да да извините это звонил ермольник узнать что случилось папой потому что желтая пресса уже вовсю трезвонит я не знаю как сделать так чтобы не прерывал с нашим трюс звонком но больше надеюсь никто звони будет тоже время позднее спасибо а михаил александрович перед тем как мы уйдем на рекламную паузу такой как говорил гавт в одном знаменитом фильме маленький но большой вопрос михаил ефремов для меня лично это огромная трагедия думаю для многих людей михаил ефремов события которые с ним происходят это огромная трагедия сегодня мы знаем что его поместили в больницу с инсультом с подозрением на инсультом ему человек абсолютно я считаю его человеком совестливым человеком порядочным и вот это его болезнь наверное которая его сопровождает к сожалению это отголосок вот этой совести ну и российское общество естественно показала себя во всей красе как вы можете оценить вот российское общество по отношению к такому замечательному человеку микаил ефремов и актеру и актеру соответственно смотрите это вы много разных сразу тем в одну пытались засунуть то что произошло это чудовищная это чудовищная трагедия это беда и человеческая и беда мишина который больной человек ну как много огромное количество россиян болеет этой болезни неизлечимы к сожалению эта болезнь алкоголизм и то что случилось это трагедия и миша вы правильно сказали миша человек совестливый и он всю жизнь будет себя казнить и уже никогда прежним не будет после того что произошло меня просто бесит вот этот ажиотаж который вокруг этого царит когда все стали морализаторами все стали судить все стали что-то до этого никаких у них мнений не было по поводу себя и своих близких а тут каждый знает что как осудить как кинуть опять же почему никто не возмущался когда вот этот какой-то чиновник из ойла убил насмерть двух врачей вылетев на встречную полосу столкновение за мы замяли убрали камеры и так далее сын этого самого иванова на переходе сбил это все камеры исчезают никто это не шумит никакого общественного резонанса нету здесь меня потрясает еще еще машину не убрали с этого а уже как во всех сми крутится видео с места аварии откуда откуда эти кадры там не поди не понимаю я весь этот ажиотаж то есть понимаю и это меня бесит это совершенно никакого отношения не имеет к прецеденту который чудовищный а миша несчастный ну как у нас на руси принято защищать и жалеть людей больных я в данном случае всецело соболезную и близким этого погибшего чек и близким миши которые несут и будут нести этот крест а михаил александрович мы сейчас уйдем на короткую паузу рекламную вы не отключайтесь пожалуйста и мы а после нее сразу же вернемся в эфир давай спасибо давайте мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ведущие эдуард грумер и геннадий а мы сегодня беседуем а с телеведущим общественным деятелем михаилом ширвиндом михаил сандрович да я не я вообще по 7 время называются блоге молодой блогер спасибо виду youtube канал вместе с папой иногда дамы я тогда поправлю с российским рекламируем да пожалуйста про рекламируйте пожалуйста про рекламируйте на ютюбе у меня канал про разные места путешествия и атмосферу посмотрите может быть пригодится лично я реклама этому могу подтвердить то что это очень и очень интересно и познавательно а михаил александрич сразу такой вопрос вот кому бы из российских политиков вы бы пожали бы руку кого вы оцениваете положительно ведь не все не все в политике российской ну скажем так отрицательные личности я не знаю вот вопрос на который у меня нет ответа потому что во первых я не совсем не общественный деятель каким вы меня пытались представить я обыватель нервный обыватель и я чё вижу то и испытываю поэтому найти политика который бы вызвал у меня уважение ну чего то я таких поселили не уважение от тот который вот на которого бы я сделал ставку таких нету вот может быть из молодых сейчас вырастут все говорят не дай бог то есть дай бог если там юрий дуть проявит политической амбиции у него огромное количество у меня огромные шансы стать президентом ну как эффект украины может сработать потому что его любовь народа к нему действительно такая незыблемая а вообще это все я пожму руку какому молодому и будущему эти все немножко уже подкисли я не говорю про этот кошмар который царит у нас нашу эту карманную оппозицию коммунистические в дпр ну и прочее нет я говорю про реальную оппозицию которую пока я не вижу ее консолидации а это все тупик то они все отменяться и скажут ребята мы идем вместе тогда я пожму им все бру я поясню почему я сказал общественный деятель потому что я видел несколько ваших интервью и когда человек высказывает свое мнение общественное свое мнение на какие-то процессы происходящие в обществе может быть это и можно сказать что это общественный деятель тем более человек с вашей фамилией все-таки это не фамилия иванов понимаете поэтому какая-то часть общества прислушивается к тому что вы говорите михаил александрович если а мы говорим об народе российском до соответствует ли на российский народ а тому правителю или тот правитель соответствует российскому народу которого этот народ избрал потому что когда сначала избирает потом плачет на эти как бы это всегда происходит вот на ваш взгляд соответствует соответствует ли владимир путин вот этому российскому народу современному российскому народу я бы поправил бы народ всегда один и тот же он никогда не современный владимир путин соответствует разным прослойкам он был одним потом поменялся стал другим третьим и всегда находит свою свой электорат и свою поддержку вот я когда говорил о любви к власти меня всегда всегда у меня вызывает дикую не знаю какого цвета зависть и восхищение народ таких стран как бельгия там не знаю какая-нибудь голландия потому что я это даже спрашивал когда бывал там я этот вопрос меня интересовал действительно так и есть не все жители этих стран знают фамилию своего премьер-министра или президента потому что это настолько и мне интересно настолько им по барабану потому что у них существует закон многовековой выработанный механизм юридической власти и кто там стоит и нажимает на рычаги подписывает бумажки совершенно никак не отразится на их жизни не придет новый и будет по-другому нет ни при каких обстоятельствах это зависть увы к нашей стране не имеющий никакого отношения у нас каждый новый лидер это новая фигура вызывающая сначала надежду потом разочарование потом брезгливость потом может опять надежда не знаю но это все к сожалению вот это вот пресловутая роль личности в истории у нас играет огромную роль увы а должен играть слова из пяти букв как кроссворде который про который забыли уже много-много по столетий назад нашей стране слова это закон то есть будем так если если это обобщить это можно сказать и по дорогой леонид ильич да то есть если этого обобщить так одной фразой ну знаете так не обобщишь у нас такое разнообразие в этом смысле начиная с ленина и пройдя через сталина хрущевых там совсем недорого они все немножко разные но я не веду отношения отношения народа к своему как будто правителю если вот обобщить вот этой фразы да ну в этом смысле да да а михаил александрич хотел бы отойти от этой политической темы и приблизиться к тому что вам более близко на нтв много лет назад вы вели прекрасную передачу док-шоу скажу лишь я скажу что у меня лично есть собака мне кажется что собака по психотипу ближе всего к человеку собака этот это мини шнауцер а как вы вообще относитесь к домашним животным к собакам есть ли у вас свой личный питомец и кого вы бы порекомендовали нашим радиослушателям если вот они задумываются о том какого друга приобрести вот в ближайшем будущем ну я когда я делал эту программу меня настолько идентифицировали с больным собаководом что ко мне с интервалом в две недели в разных уголках москвы подошли пожилые дамы и сказали гав-гав вот тогда я понял что край на самом деле поможет поэтому и прекратил эту программу потому что я тоже я простой собаколюб как есть кошка любы есть собаководы нет я не собаковод собаколюб у меня никогда не было ста из 20 борзых всегда когда-то всегда в доме под ногами крутилась собака и я ничего против кошек или лошадей или хомяков не имею лишь бы они чувства добрые вас вызывали на самом деле животные других чувств не могут вызвать и поэтому для того чтобы воспитать детей хорошими самим лучше стать надо завести себе какое-то животное и и вы станете лучше поверьте как сказал когда-то абрам терц что замечательная фраза что собака это единственная настоящая любовь которую можно купить за деньги вот вы купите за деньги настоящую любовь а еще лучше вы сделаете богоугодное дело если вы возьмете собаку из приюта вот у меня собака гоша он подобран на помойке в городе гусь хрустальный и такой любви и отдачи я не от одной собаки никогда не получил потому что они знают с чем сравнивать и и дети будут счастливы если у вас будет живое существо микал александрович у вас дети абсолютно разных поколений я вот сколько раз видел на youtube канале да есть там разные видеоблогеры которые задают вопросы нынешние молодежи ну вот я видел как один значит такой блогер задал вопрос знает ли они кто такой самуил маршак или знает они кто такой значит по кто кто изображен на медный всадник на памятнике вот она по поводу медного всадника девушка несколько девушек ответили там начаты чапаев они отвечали то есть все кто угодно только не петр первый а как вы оцениваете интеллектуальный уровень сегодняшней молодежи в россии высоко потому что этих же девушек выбирали я не говорю да не подставные но спросили 70 и потешных нашли три может быть когда когда-то замечательная для меня история я все время ее цитирую когда-то когда андрон кончаловский снимал фильм история аси клячкиной он проводил пробы среди крестьян деревни потому что ему надо было чтобы играли реальные христиане играли самих себя и им задавали вопросы на уровне только для того чтобы услышать вообще как они если у них диксы что они говорят и там как вас зовут там мари тимофей а кто такой пушкин и было опрошено 10 человек из которых двое слышали эту фамилию это все на секундочку происходило в 60-е 70-е годы в 70 метрах от москвы тогда ссср была самая читающая страна в мире 7 человек никогда не слышали этой фамилии значит одна старушка сказала что пушкин чего-то я с ним ходила а кто-то сказал это агран агроном из сенцова и только внимание только учитель сказал что да да был такой писатель писатель сказал учитель так что я думаю что с тех пор интеллектуальная составляющая наше общество возросла в десятки раз так что сейчас очень продвинутые если брать тех кто продвинут всегда из задвинутые всегда есть продвинутой из пушкина знают думаю да а михаил александрич вы всегда были близки и росли в театральной семье знаете все входы и выходы вопрос такой а почему сегодня нету 2 андрея миронова или 2 анатолия солоницына или 2 александра ширвинда или рязанова эльдара александровича как вы это видите и волнует ли вас может быть я ошибаюсь и волнует ли вас это не волнует то что не дай бог это уже тогда овечка доли если мы сейчас будем ждать миронова и солоницына есть замечательные замечательные самобытные талантливые актеры есть хорошие режиссеры есть массовая культура поганая на который снимает на коленке сериалы которые крутят целыми днями по телевизору это ужас где хорошие артисты играют так что ты никогда не поверишь что он артист тоже идти даются там пол смены на серию условно говоря и и все это какой-то пердячий пар это называется вот когда вот такой нулевой выплеск а есть там не знаю мой друг близкий и я горжусь дружбы с ним и на мой взгляд один из самых талантливых режиссеров сегодняшнего дня сергей урсуляк который с этими же актерами работает долго у него он выбивает деньги у продюсеров чтобы был подготовительный период чтобы реже репетировать и у него кому-то могут может нравится его там тихий дон кому-то не нравится там ликвидации ли жизнь судьба но у него актерские работы штучные и как правило очень часто это актеры которые никто до этого не видел он их открывает и делает из них тех же мироновых и солоницына так что ничто не уходит и не никуда не девается на мой взгляд а опять же вывели еще одну передачу о путешествиях по миру а скажите пожалуйста какая страна вас по-настоящему удивила и какая страна вас скажем так огорчила вы не разочаровала вот я могу про одну сказать и то и другое это китай потому что я потрясен этой страной я умеет дико интересен я его люблю а он меня нет как и всех вот тут вот это вот не с этим не сапога они им никто не интересен они настолько самодостаточны что наверное имеют на это право но они вызывают такое восхищение той энергетикой этой муравьиный такой напором которым они строят за 20 лет на полу на болотах они строят какой-то лас-вегас курит рядом вот такие они строят города за 20 лет и ты прям я приезжал туда несколько раз и каждый раз они узнавал просто пространство вокруг себя я позже мы как за а вот они нерадушны в этом смысле но я люблю азию вообще всю юго-восточную азию есть за есть страна континент африка куда я считаю любой человек должен постараться в жизни попасть вот в африку в самую такую что не есть кению танзанию чтобы увидеть это последняя точка на планете где что-то осталось по-настоящему и вот когда ты в пять утра на джипе едешь по этому сафари то есть по природе там никаких заборов и ты видишь тысячи этих мигрирующих зебр гну видишь охоту ты обязательно увидишь нельзя это миновать и слоны и зебры и тяжело это и когда на третий день тебя уже зебра немножко раздражают и ты хочешь найти пантеру там или какого-нибудь ягуара все ты можешь возвращаться ты на всю жизнь инфицирован этим счастьем что ты увидел настоящий кусочек планет вот я все сказал михаил александрович а александр анатолий ширинт ваш папа а человек великолепнейший актер человек с огромным чувством юмора и такое впечатление склады что он никогда не унывает вот сколько мы его видим это человек всегда с улыбкой всегда знает что сказать шутку произнес да то есть это человек такая вот в нем олицетворение жизни а бывают такие моменты когда он а сам в себе и к нему будем давать лучше не подходи ну они как очень часто это же вызвал любой человек вызовет подозрение если он постоянно как норкин все время рассказывает анекдоты ну это уже сейчас от этого лечит а папу я резко редко вижу таким искрометным и блестящим когда надо по ситуации он соберется и утрет всем нос а так он достаточно сосредоточен вдумчив он сейчас написал уже по моему седьмую книгу с эффектным названием опережая некролог можно сказать что человек позитивный правильно а то есть можно сказать что он человек позитивный то есть будем так говорить он всегда человек который верит в лучшее верит в такую как сказать в то что жизнь продолжается ну да да у вас недавно родились внуки близнецы вот мы с этим тоже близнецы и семён и матвей насколько мы знаем да 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 каким вы видите будущее своих внуков чтобы вы хотели чем бы они занимались какое у вас есть видение а может быть они жили бы в россии или в другой стране как вы видите их будущее я вижу их будущее что они занимаются искусством в прекрасной свободной россии которая вдруг в одночасье встала с колен когда прошел этот артрит когда за 70 лет мы или сто лет мы не можем встать с колен а тут какую-то нам мазью помазали россия встала с колен стала веселый радостный счастливый и внуки один художник другой танцор волерун вот сейчас себе нарисовал вспоминая михаила жванецкого следует тому что вы говорили да у него и знаменитая фраза нас никто никогда не поставит на колени мы как лежали таки будем лежать но это же это же это жванецкий до другой стороны а все равно когда-нибудь в истории все меняется хотелось бы чтобы в россии конечно поменялось отношения и к людям и к другим народам потому что то что видим на сейчас это конечно россия успела растерять как говорится она не имела и одну сестру и да то есть она растеряла в основном друзей будем так говорить или родственников друзей михаил александрович ваше отношение в к тому какие сейчас отношения ведь я немножко так говорится подбираю слова между америкой и россией во-первых не россия испортила отношения с другими странами а руководители а давайте правильно да я вы про важный момент я бываю я за последние годы был во всех вражеских странах таких как грузия украина и это такая любовь такое братание считается в нормальном офисе это неприлично даже упоминать про эти раз при раз при закомплексованных правителей это неприлично понятно что это чьи-то игры это завязано только на на деньгах поэтому ну интеллигентные люди не говорят о деньгах стало быть об этих конфликтах правителей то же самое с америка и прекрасная моя любимая америка я последняя что-то успел сделать перед этим к видом получить визу и должен был ехать в америку ну вот не получилось какой из городов какой из городов вы хотели приехать я хотел со своим блогом нас позвали в селе не больше не меньше силиконовую долину там много очень наших соотечественников в прошлом или настоящим который работает и вот нам у нас попросили снять про это репортаж мы с удовольствием уже было это же мы поехали в польшу варшаву брать американскую визу потому что это нельзя сделать здесь в россии и вот в самый последний момент это все сорвалось из-за карантина но я моя мечта приехать с большой группой с большой семьей чтобы все со своими детьми и снять путешествие из нью-йорка в лос-анджелес на застоком чикаго венах поехать и это моя мечта михаил александр в конце передачи возвращаясь к вашему блоку кулинар кулинарный такой вопрос какая еда самая здоровая чтобы вы могли порекоменда и что способствует похуданию для некоторых наших радиослушателей и в том числе для меня это довольно важно ну смотрите вы много видели толстых итальянск нет я мало они поджарые красавцы только только повороте а мы жирные и неприятные хотя то что они едят это уму непостижимо потому что они съедают в день килограмм 10 муки каждый макароны и пиццы в диких количествах и тем не менее у них такая вот физиология китайские да как не диковинно это звучит очень полезная потому что они все они едят из-под ножа все в этих воках мгновенно приготовлены никаких консервантов и тоже достаточно такая еда ну и то что готовит мой товарищ антон табаков я при любой возможности будет питаюсь его продукт тоже он сумасшедший совершенно на всю голову он за правильную вкусную еду это не обязательно все веганство но это прекрасная баранина и а когда правильно приготовленные да она всегда полезна и одно здоровье михаил александрович мы к сожалению вынуждены закругляться в конце передачи мы еще раз хотим вас поблагодарить за это интервью и мы хотим открыть секрет небольшой для наших радиослушателей у вас через пару дней день рождения поэтому мы от всего а чикаго русскоязычного от нашей радиостанции в догонку в догонку я знаю что поздравлять раньше времени нельзя но мы поздравляем вас с наступающим днем рождения и желаем вам самое главное здоровье и на энергии всего самого-самого наилучшего и большой привет вашим родителям наталья николаевна белоусовой александру анатольевичу ширминду всего самого лучшего и большое вам спасибо еще раз большое вам спасибо огромное вам всем вам привет спасибо 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 а